Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. И сейчас мы проходим тему правку сколиоза. Что такое сколиоз? Сейчас немножко поясню теоретически, а потом мы перейдем к практическим упражнениям. Здесь на столе прямо навыки в ваши руки, когда мы тренируемся, и все это правильно здесь же на месте. Значит, сколиоз – это боковое искривление позвоночника. То есть, в такой оси, в такой проекции получается. Я нарисовал буквально вторую степень и четвертую степень сколиоза, потому что первая степень, там еще какая-то нулевая степень бывает, чуть-чуть юношеская, ювиальный сколиоз там называют. Это все до этого визуально. То есть, мы вот так вот его видим, а если чуть более ровный, практически можно и ошибиться. То есть сколиоза, то ли нет сколиоза, то ли просто 2-3 позвонка чуть-чуть ротировано, да, влево или вправо. Третья степень, конечно, посильнее. Четвертая, там даже и пятая степень, это когда вообще уже позвоночник, как змея, извернутый, у него ребра торчат в разные стороны. С таким позвоночником, условно, ребра нарисовал, да, они врезаются во внутренние ткани, они, ну, вообще тут мы исправить уже ничего не сможем. Поэтому 3-4 степень практически не лечится и оперировать нет смысла, потому что позвонки приобрели клиновидную форму, соответственно, вот, межпознающие диски, они уже сплющились, да, вот так вот. И, соответственно, это нарушение самой костной ткани. Но если вы даже воспримите, то пустоту что займет? Либо там прищемятся другие ткани, да, либо оно просто обратно все так же сложится. Ну, как вакуума не бывает в нашем организме, понимаете? Поэтому у нас воздействует мануально только на первую степень и вторую степень. Тем более, чем более юношеский сколиоз, да, тем он легче лечится. Если что-то с человеком произошло буквально там месяц, два месяца назад, там полгода назад, да, ну, криво сидел долго, да, на одном месте, там упал их как-то неудобно, да, компрессионное сжатие, все это можно вылечить достаточно быстро. Если со второй степенью к вам человек приходит уже ему за 40, за 50 лет, то, естественно, это поправить практически так же, клиновидную форму приобретают сами позвонки, тела позвонков. И чтобы это поправить, это надо, ну, либо не браться за это, да, либо уж говорите, что... Честно, да, сексиансы. Да, честно, да, это вам понадобится 60-80 сеансов, там, 90 сеансов, да, два-три года вы ко мне будете ходить, я вас буду постепенно править-править, тела позвонков и межпозвоночные диски будут подпитываться, вот этот, из-за кружающей ткани, да, потому что мы их будем массировать, туда нагнетать массу, кровь, там, жидкости, мишка и так далее, да. И они потихонечку встанут, напитаются, да, и потихонечку выровняются. Но при этом вам надо опять пояснять с пациентом, вам надо будет ходить некоторые ЛФК гимнастику делать, какие-то специальные приемы назначенные так, чтобы эту сторону расслаблять, а эту сторону нагружать. Причем нагружать правильным способом. Мы, как массажисты, тоже будем делать, смотрите, почему позвонки вытягивают, допустим, тут вправо, да, потому что с этой стороны мышцы напряжены, вот она как жгутик и тянет этот позвонок, да, а с этой стороны мышцы расслаблены. Ее надо активизировать. Да, получается, да, это активизировать, а это расслабился, да. Это гипертонус, а это гипотонус, да, нам это сделать наоборот, здесь в гипертонус перевести, а тут в гипотонус, тут расслабляющихся движений делаются. Начинаем с какой страны? Гипотонус или? Сейчас подхожу, подожди. И, соответственно, человеку надо объяснять, да, что он должен спать в специальную позе, да, может быть, даже в корсете специально спать, если что-то серьезно, там прямо делал гипсовый слепок и спят в гипсовом слепке, то вся спина, как Влада, закована, да, потому что если серьезно лечиться, то надо серьезно подходить со всех сторон к жизни человека. Так, какой у тебя вопрос, ты говоришь? С какой стороны начинать надо? С расслабленной начинать или с закрепощенной? Ну, по сути, неважно, но лучше всего начинать, во-первых, с левой стороны, да, где сердце, во-вторых, с расслабленной, да, и наши воздействия, соответственно, будут направлены... Так, давайте, каким форматом? Зеленым покажу. Себе есть еще. Так, вот здесь, значит, мы будем растягивать в разную сторону, да, а сюда воздействует, надавливая. Не видно, Фа-Мастер, да? Видно, бедно. Бедно Фа-Мастер, да? Вот сюда будем давить. И, соответственно, противоположная сторона. Здесь мы будем вот тут растягивать вот эти косточки, да, а сюда будем воздействовать, давить. Что такое сколиоз? Как правило, не бывает просто ротации, в данном случае, да, подолков вправо, то есть, правосторонний, правосторонний, полосул сколиоз, да, он всегда компенсируется, то есть, у нас есть гравитационная поверхность, поверхность, на которой мы стоим ногами, да, она чисто горизонтальная должна быть. И чтобы на ней выровнять наш скелет, позвоночник, ну и вообще весь наш скелет, он компенсинаторно себя искривляет таким образом, чтобы ему кажется, что он ровный, да? А по сути получается, что, если таз скривился, да, вот получается, диагональ вот такая, да, то в противоположную сторону обязательно скривятся плечи. если несколько позвонков нижних, допустим, ушли влево, в данном случае, да, то какие-то грудном отделе уйдут вправо. Два позвонка, три ушло здесь, два позвонка, три ушло здесь. Если справа не ушло, то уйдет тогда в шее. То есть, обязательно есть вверх и вниз. То есть, организм сам себя выравнивать, понимаете? Поэтому, как ты говоришь, откуда начинают править? И то, и то. То есть, мы должны учитывать, что не только мы грудные вставили, а значит, еще и таз вставили, да? Такой вопрос нужно? Одновременно надо. Задеться? Да, задеться. А с чем мы начинаем сразу? Со сколиоза или с тазобедрным суставом начинаем? Что в первую очередь? Так как он лечит колец, сколиоз. Я понимаю. Ну, а по практике я имею в виду, лучше с чем? Вот, вот, хороший вопрос, да, сейчас я поясню. Нет, дело начинает бедро. Бедро пускает, а потом только сколиоз делает. Может, еще как-то. Можно со сколиозом начинать, а потом только до бедра дойти. Вот смотрите, да, правильный вопрос. Сколиоз может прогрессировать, ну, или начинаться, зарождаться, как бы, да, с двух мест. Либо с крестца, это точка нашего организма, центр, откуда мы зарождаемся, еще вот, альбимасия, оттуда клитки начинают плодиться, развиваться, ну, условно, центр цервиса нашей, да? Либо с атланта, первый, ну, первый, второй позвонок, шейный аксис, да? Они могут сдвинуты быть и влиять, соответственно, сверху вниз на организм. Но, как правило, вот я говорю, логика организма какая? Мы ловим горизонтали. Землю, земной поверхность поймали, и, соответственно, вы должны проверить, что вот отсюда идут изменения и вниз, и вверх из этой точки, да? Соответственно, если первично оказываются изменения здесь, ну, в тазу, да? соответственно, в первую очередь надо править таз. Если первичные изменения идут от головы, а таз на месте стоит, В первую очередь надо править шею. Причем шею начинать, надо править сверху звонков. Вот первые, ну, как-то ничего считается, Второй, третий, четвертый, да, вот там, до седьмого. То есть, сверху вниз. Если отсюда проблема растет, то мы начинаем снизу вверх. Соответственно, проверяем сначала ноги. Если у нас повернут таз, вот там как бы сбоку крепятся, бедра, вот тазовые кости, древние воздушные кости, вот тут крестец, или пальчики большие. Если таз повернут, то у нас нога, соответственно, выше уже получается. Выше нога, вот я подмастерил, да, она укорачивается, и, соответственно, ну, как бы, остается прямой. А противоположим нога, она получается, вдавливается в землю, и чтобы компенсировать ее напряжение, либо в колене у человека искривление идет, в вводном суставе, потому что тут тоже нужно, в горизонталь, либо вот в лодыжке, да, теряется горизонталь, либо вот я покажу пятком подворачиваю, где теперь подворачиваю пятку, да, то есть, чтобы вот эту длинную ногу получается укоротить, организм самым как-то так укорачивает, либо прям реально человек ходит на кривой ноге, вот так сбоку, коленку в бок, так и ходит, понимаете, видели как. Да, тогда, в этом случае, нам надо начинать с ног, поставили тазовые кости, это сейчас мы будем все проходить, выпрямили ноги, развернули все вот эти вот косточки, бедренное сочинение, коленное сочинение, голеностоп поставили на место, да, вот, после этого приступаем к самому позвоночнику, то есть, первично тогда вот эта часть, но чаще всего так и получается, первично-тазовая часть, вот, чтобы давить сюда, я уже показал, да, соответственно, с одной стороны мы растягиваем, с другой давим, тут, соответственно, надо и с этой стороны, противоположно растягиваем, с этой давим, и потом переходим к шее, как правило, S-образный позвонок, он продолжается в шее тоже чуть-чуть, получается, скорее всего, вот эти мышцы укорочены, шею сдавливают, шею сдавило направо, да, а человек себя компенсирует, и череп выравнивает вот так, и поэтому так он ходит, и ему кажется, что вроде нормальный, они приходят, да, кривошейные люди, так и называется, кривошейные люди, вот, им приходят воральную шею, можно ли это сделать за один сеанс, ну, теоретически, можно, если это случилось недавно, там, да, вот как ты рассказывал, из машины вышло, так же, прострел и все, да, прострел и все, а как правило, треска сеансов, конечно, тем более, настолько, насколько человек долго с этим ходит, столько с ним нужно долго работать, хоть 10 лет, теоретически, 10 лет надо его править, ну, ну, не 10 лет, конечно, мы там, за полгода-то, в принципе, справимся, так, еще, что, какие особенности, как правило, как бывает, на рисунке, остистые отростки, соответственно, ребра ротированы, получается, вот, при правостороннем скаливоде, ротированы вправо, вот видите, потом выравниваются, видите, уже влево тратированы, как бы, вот ровно стоят, ну, условно, я показал, и всегда, скаливоз, сопровождается, с выгибом, реберной дуги, то есть, куда он, в сторону наклонен, оттуда, реберная дуга, и за позвоночником, выпячивается, условно, покажем, вот, позвоночник, да, вот он, вот, реберная дуга, должна вот так, прийти, позвоночник, поворачивается, в эту сторону, реберная дуга, нагибается, вот так, выгибается, даже больше, как вы сжать, и происходит, да, как вы сжать, нам тут надо еще воздействовать, реберную дугу, вдавливать ее туда, с этой стороны, с мы грудной клеткой, вдавливаем, получается, а с этой, только, растягиваем, и тренируем, напрягаем мышцы спины, сзади, чтобы они вытягивали, подночку обратно в сторону, какими методами, но сейчас мы будем проходить, поворачивается рука, вот так, за голову, да, то есть, нам эту сторону, вот, нам же расслабить, будет, салфетичком, аж вытру, лопатка, уводится вверх, соответственно, рука идет вот сюда, и поворачивается за голову, вот тут получается, вот, сама ладонь, а сюда мы давим, мощно давим, нам даже, красным цветом, сейчас покажу, вот, волна надавливания, вот, и все другие приемы, тоже будем проходить, получается, на будущее, я вам немножко скажу, да, вот, есть сегмент позвоночника, один стоит ровно, другой ротирован, да, ну, между ними, вот, действительно, позвоночник, один сегмент, но он рисовать, как правило, еще один сегмент, рисовать, и как правило бывает, если ротирован один, то есть даже вот не сколиоз, в прямом смысле, а тут вот какая-то, на начальном стадии, то против него обязательно будут ниже, через один или через два позвоночника, позвонка, еще один ротируем в противоположную сторону, еще один, нарисуем, вот, значит, нам что нужно, если вот этот мы хотим поставить обратно, надо воздействовать на него, что-то не ровно, не нарисовал, да, ну ладно, то есть воздействовать на него, но воздействовать снизу вверх, получается, вот туда, да, а для этого нам надо ему дать возможность, сюда проникнуть, сдвинуться, то есть мы тогда должны вот этот позвонок, подвинуть, растянуть, как бы, вот туда, вверх, то есть здесь мы растягиваем, на один позвонок выше, или даже на два позвонка выше, ровный, который, растягиваем, а этот вставляем, вот этот позвонок, да, потом вставим, соответственно, вот здесь, значит, мы растягиваем, а этот давим, вот сюда, понимаете смысл да то есть как локально так и тот же самый универсальный получается прием ну логически будете думать да когда прием применять также и универсальном действует ненависть позвоночник в том же смысле да понятно вопрос есть да теперь только начинаем практику практику все познаем на практике и отрабатываем навыки на живой натуре поэтому приходите к нам на тренинге обучаетесь все получаете прямо из рук в руки к горячей пирожки чтобы приметь это все в работе вот у нас есть специалисты которые в прошлый раз все попробовали до изучили и уже целую неделю работали хорошего до пациента помогает на тратке все идет все помогает до наш тренажер построена что прямо все в дело так что до новых встреч не теряйтесь